вы еще опускаете картошку а почему не у нас подвале тоже опустили это по просьбе матушки матушкина ну давайте вот сергей егорович игнатов с украины вчера заменил виталия интересно как без договора без сего тот уезжает этот приезжает в один день ну-ка это матушкина картошка да ну батюшки тут бункер говорят у нас когда люди бывают толстые жирные и с избыточным весом их туда сажают вон сколько ступенек ого-го раз два три 4 5 6 7 8 9 ступеней ну дня три не кормить не по это потому что поднимаете сразу на весы взвешивать если вы вес еще не совпадает опять опускает горького туда в газетах пишут бункер называется и так заголовок называется это бункер оказался бункер обыкновенным подвалом ну-ка уходи-ка дороги дай-ка я туда пройду вчера был престольный празднику это все бетонные батюшки бетонные володя пасченко это тоже смотрит а счетом на раках а а норы идут на хочу тогда тащить сюда если норы а мешки тащи в ней у какой подвал это подвал то какой огромный бетонный ну-ка я замерю раз два три четыре шесть метров шесть метров два три четыре пять шесть шесть на девять примерно представьте себе какой подвал а вверху гость от плиты железобетонные завода вторая лестница запасная на третий откуда можно выходить ну-ка на мешки тащи это матушки матушки на наш это из города не вернулись так и мешки просто складываешь тогда а тут света больше нету только одна лампочка и там что-то он продолблены еще вверху дырка его на оружие вентиляцию делаете зачем это делаете зачем это делаете говорят про пик пишет что люди это не перестану вы с ума сходите просто же доброе дело и делаете так что его оговнять можно вот приехал с украины брат игнатов сергея и ворович и получилась у каждого и сказать недоразумение я понять не могу даже чем это связано матушка попросила вас ввести картошку да 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 я свою повез на супер это отсюда поехали я стою вон там строгаете кору снимают а пошли вы мешки грузятся ну пошли я думаю проходит время какое-то давненько уже нету почему их нет у вас нету вроде ушел тоже ничего не сказал я на велосипед и поехал как как события сочленяются там там с другой стороны тоже кто-то готовит я доезжаю до саманова где куда хотели опускать картошку до весны там погреб хороший никого нету все закрыто я решил тогда проехать батюшку спросить вчера у него дыня была на столе я спрашиваю арбуз дыня откуда не неизвестно а закуплено как я и думал не ночью крутило живот ну это отраву покупают на стол поставил а я ел говорит ничего ну ты ел ничего у тебя крепче желудок у меня слабее но дело-то вот чем я поехал к вам еще и с мысль у вас заснять показать что вы приехали вместо Виталия Оленикова и вот тут вот работаете прямо мгновенно включились по работу вижу вы носите картошку да здорово то картошку то носят ну это прекрасно я начал снимать думаю куда же они носят подвал и я туда залез подвал подвал совершенно пустой это 6 на 8 метров примерно если не были не на ней не на 9 метров бетонная по поддом ну по целым домом прекрасный подвал то другое ты получилась неурядица хозяин не захотел что там я снимал а снимал снимала там ничего нету пустой совершенно место сарай из-за чего хозяин возмутился и не согласен я говорю об этом подвале то писали его бункером называли вот смотри я пошел достал книгу и открываю это называется книга для слова божия не туза посмотри как она издана ламинированная за слово божия не туз 2 темопею 2 9 в самом заголовке указание места библии таких очень мало для слова божия не туз заламинировано это я на площади когда готовились коммунистов гробе это громить и в это время меня затащили на кафедру я там на кафедру ну требую сказать кафедру вот и вот здесь есть такая статья называется так считать слух можешь подать или начинают потеряем к держит оборону так еще тут написано тут написано вот считать по порядку как найти папе потеряем q никак даже не пытаетесь ради собственного же благополучия если же не сможете договориться чтобы сейчас встретили пропадете так мы ехали сначала поездом потом на лошади где-то около часа ночи мы уже лежали под теплыми одеялами в доме потеряем сквозь старосты игоря александровича барабаша у нас такие дома строят только те кого принято называть новыми русскими в кавычках ранним утром голос отца и акима главное духовное лицо потеряйской общины родной брат игнатия лапкина создателя этой общины через усилитель и довольно мощные колонки стоящие в нашей комнате скомандовал пойдем проснувшись а попробую после такого не проснуться я заметил что кроме колонок магнитофона и телевизора в комнате стоит еще и пианино оборудован санузел горячая вода водопровод ванна но мыться хозяева предпочитают в бане кухня оборудована так что позавидует любая городская хозяйка кухонный комбайн микроволновая печь двухкамерный холодильник надворные постройки скотина 15 голов крупного рогатого скота четыре трактора волга собственно за счет содержания скотина всю зиму и живут поэтому скотина так много сам отец и аким имеет 80 гектар земли гектар земли около 100 овец у него у этого игоря сейчас было 30 чем-то овечек и 36 крупного рогатого скота приехал еще не было не воровал а из года в год или это остается выращиваться вот так человек обогател а дальше там смотри я почему дал прочитать это сегодняшняя вот теперь пишут про этот подвал под заголовок тоталитарная секта с распространенным знаком в кавычке открывается оправнившийся там строго наказывают бьют плетями после чего совершают глубокий бункер спрятанный под землей и держит там несколько дней в холоде на воде и хлебе кавычки закрыты это в газетах пишут такое примерно в таком же духе одна из наших краевых газет отзывался потеряющих порядках а порядки там действительно строгие бриться мужчинам грешно галстук носить грешно рубаха должна быть обязательно на выпуск и под поясок платья и юбки у женщин должны быть длинными не более 10 сантиметров от пола в на богослужениях курить материться пить водку заниматься другими непотребными делами категорически запрещается отец аким рассказывал о людях которые не смогли соблюсти эти правила их было двое они так и уехали не успев как следует обжиться теперь по поводу тоталитарности социология так определяет тоталитарную власть характеризуется она абсолютным контролем над экономической духовной и социальной жизнью группы абсолютные в кавычках экономический контроль это наверное положено по уставу секты в кавычках церковная десятина сейчас все платят лишь трое по поводу контроля духовной жизнью думаю все ясно община христианская православная а и батюшка в ней главное духовное лицо что же касается жизни социальные то тут ограничений кроме религиозных практически никаких секта же если верить словарям это такая религиозная организация догматичность взглядов и убеждений который отличается взглядом и убеждений господствующей церкви потеряевская община относится к русской православной церкви за рубежом кроме того секта 30 институт священства а у потеряевки есть священник настоящий сектант это как правило психически больной человек представьте себе о чем же надо думать чтобы зная об этих всех безобразиях которые могут твориться потеряевки в течение четырех как минимум лет за собственные деньги строить огромный дом обзаводиться хозяйством рожать детей по словам отца якима в корчено потеряевских ребятишек особенно не притесняют хотя и случается дразнят семью потеряевки в основном молодые так что детей еще много на родиться учитывая что противозачаточные средства и аборты запрещены некоторые даже признались что именно за детей они покинули городские коробки и переехали на землю отец и аким запряг своего карагёза в сани и мы поехали тот самый детский православный трудовой лагерестан отописывает как теперь смотри внизу под стать а потеряевки хостят от армии и кто-то написал написал константин ганов андрей луковский комсомольская правда на алтае 24 декабря 1999 года страницы 11 20 то есть это большая статья была в газете комсомольская правда это ну не подзаборная газета и вот этот я к бункер я еще вспомнил то показать решил мало какая что с его лишний вес его сажают пока потом поднимает газета писала на весы сразу на весах 200 или еще в нормы не ходит ну допустим у человека метр 70 рост значит отнимает сотни и пять то есть не больше чем 65 килограмм должен быть весить это максимально ну и он говорит какие 2 бункер то ничего нету то есть если картина писать там считать никто не будет это такую небылицу написала комсомольская правда алтайского края ну нет это вот сейчас написала кто писал он это одна из краевых газет я даже не знаю московский комсомолис можно алтая писал вот и вот сегодня то мне непонятно я что-то там взял еще не сделал а я спустился лично из-за вас мне подвал даже не нужен был чего хозяин возмутился я не пойму тайна какая-то подвал пустой ничего не то что он есть подвал центральные газеты трубили мне вообще непонятно из-за чего волноваться то что я сделал не так а я знаю за чего это потому что сами нигде ни одного кадра люди не снимают и у них мистический страх перед этим как это как бы чего не было а что может быть он не знает человек это так как бы чего не было фотографировать нельзя у нас есть такие которые фотографии боятся старобрядцы там за корову и с армии вешал пришел парень здоровый крепко и еще фотографирует за корову спрятался чтобы его не видели начали его отлучат от причастия и счастьем попы играют старобрядцев эти-то наши еще архиве когда приезжают все служат патриарх везде там ста камеры снимать никто ничего никогда не говорит а пустой подвал до темно там ничего не заснят то было я только что мешки так это примерно увидал где а теперь вы в себе до обеда туда-сюда 5 раз ходили да это снар мешком 20 увезли до если по пять так это что в каждом мешке по три ведра а матушка пришла говорит что хозяин ты не хотел нет он он разрешил он сперва не хотел а потом разрешил как разрешил еще бы раз и хотели кому разрешать то будет так она наняли рабочие то нет и отец и нате меня мне тоже где-то месяц дома назад наш настоятель храма запретил делать съемку богослужение например хотя никто об этом не видел и не знал пока этот ролик не показал в интернете в ю тубе как у нас проходит подготовка к причастию как мы слушаем чтение житель святых до причастия как у нас тут идет активная ходьба по храму чуть ли не физкультура для детей вот видимо поэтому на пересказал чтобы я такие съемки не делал это москором и он хозяин он может сказать так отец всяким туши ведь настоятель храма вот поэтому он тоже не благословит храме в храме вчера у нас гости были престольный праздник мы службы снимали горит с разных концов и в алтаре везде никогда не было при архиере и фотографирует и снимает никогда ни одного слова а еще он хозяин дома и видимо на права хозяина решил что все-таки надо спрашивать разрешение спрашивать такого спорта его не было самое то главное что его не было и в момент когда я в подвале в это время он приходит я всегда смотрю на это сочленение я ждал я мог раньше поехать вас бы захватил и сказали а там попросили возить и я бы не дал свое увезли некогда последний день человеку они хватали подпрягли безответные таскают картошку на тележке тележку мазали забыли когда-то мне не подшипников ничего не то есть а 8 сгорела наверно посмотри перепрокинь его на солидоль хотя бы как-то и хозяин именно момент когда я был по дворе зашел ты там больше трех минут а там и не был но я был доволен тем что помог нашему брату который нас снимает но помочь картошку возить он бы не возил ее кабаниты почему я не пошел ладен еще бы сам возит без моего разрешения никогда не надо никуда ходить а тут вроде бы мы на сильно нахально туда пришли жена просила а муж говорит а я не пускать не хотел то есть ему почему-то картошка там не нравится большой подвал я наоборот у на в городе подвал так я каждому чуть не на улице кричу кому картошку сохранить подвал 12 человек у метриков подвалились это было у нас разный подход здесь я году человек найдете никому скорее брать никому не сказать я у меня это не принято я нашел я стою ягоды много здесь идите сюда вот мы разные в этом вопросе я все время с людьми все время снимаем и и дальше то я подтверждаю что в книге теперь вот пожалуйста я покажу это смотри вон там ничего тут нету и туда не опустишь там ступень как-то 9 ступеней таких идут высота я показал железобетонные плиты завода привезенная все ну пошли вы быстренько делать и что-то я пока начинаю скоблить он покажи что ты делаешь ведра возьми там пластмасса пойдем на улице сейчас глянем еще дело не только так не ставь они застревает вот я показать хочу смотри сейчас вы уйдете бабы только если можно там отдельно и зеленые во два сухие другую зеленые можно пока тут употребить даже куда-то в кашу лишь от рукавички какие вот она заплата раз перчатки не бросаем человек заболел я его на тележке тащу нам на объект работы вот это вот мы это уже сделано показать это клен вот я остался один и вот тогда начал что делать убрать сучки а где какие сучки а вот где бы какой маленький не был возвышение она мешает потом сдирать кору вот так вот то должно быть тогда переворачивая с этой стороны с толстой на тонкую там чтобы взять вот здесь виталий брал не брал не знаю даже что потребуется вот ушли надо скорее бар брать пока тоже засыхает тогда только сделала тогда ножом потому что начинаю снимать смотри какой слой коры видал сколько я надрал много много вот так и здесь вот маленечко результат налицо маленечко вот так вот взяла для ручки чтобы она не портился а куда пойдет куда пойдет а теперь с этой стороны она мне вот освободилась а теперь начинаю на полную это у меня руки видимо бьет здесь уже отбил сегодня скоро брошу ибо сколько за пока выходили сколько надо рал я вижу что темп у вас солидным для корма него сколько заготовил обрубил все эти мел мелочи полностью все которая была тут куча все я здесь теперь осталось только вот это вот а вас запрягли там и увозите где-то ой-ой-ой-ой-ой-ой еще это вроде как вы пришли в подвал нежеланное это вообще непонятно все пока идите и куда мы идем туда прямо сейчас загоняю